Без присмотра в Вольске 10-месячный ребенок попал в больницу, наевшись стирального порошка. А в Саратове трехлетняя девочка прокинула на себя горячий чай. Только с начала октября в областной ожоговый центр было доставлено 6 детей, которые получили травмы из-за халатности родителей. Сегодня у нас в студии на Московской исполняющей обязанности заместителя начальника отдела по делам несовершеннолетних саратовской полиции Елена Кузьмина. С ней мы обсудим проблему безопасности детей. Елена Владимировна, здравствуйте. Вы отслеживаете все случаи, когда детей доставляют с ожогами в больницу. По какой причине они чаще всего получают подобные травмы? Как правило, это по недосмотру родителей происходит. То есть родители при приготовлении пищи оставляют на столе в зоне достигаемости ребенка либо стакан с кипятком, либо тарелку супа. Ребенок, естественно, играя, прокидывает это на себя, получая сильные термические ожоги. Мы стараемся вести разъяснительную работу в этом направлении. Как бы предупреждаем родителей о том, что нужно быть бдительнее, на руках у них малолетние дети. И это, в конце концов, их дети, и их здоровье, и их жизнь зависит целиком от них. Скажите, это чаще всего неблагополучные семьи? Ожоги получают дети как раз-таки из благополучных семей, где родители стараются много времени уделять ребенку. И в какой-то момент, видимо, от усталости мать теряет его из вида ребенка. Ну, на моей памяти нет такого случая, чтобы ребенок из неблагополучной семьи получил ожоги. А какие еще несчастные случаи происходят с маленькими детьми? В летний период у нас было очень много обращений, точнее, много информации поступало о том, что малолетние дети выпадают из окон. Здесь, конечно, на самом деле проблема имеет место быть. Родители стараются поставить маленького ребенка с целью развлечь его, показать ему движущиеся предметы, ставить его на подоконник. После чего ребенок уже начинает делать самостоятельные шаги, изведывать мир, и сам залазит на окно, на балкон, облокачивается на сетку и, к сожалению, выпадает из окна. Очень много случаев было, причем с летальным исходом. Очень много на территории города больших развлекательных центров, куда родители приходят, в том числе с малолетними детьми, и, к сожалению, теряют их. Но родителям, прежде всего, конечно, стоит необходимо быть бдительными. И если такое произошло, нужно обратиться к администрации магазина, к сотрудникам охраны, по громкоговорящей связи, объявить приметы ребенка. Ну, во всех случаях детей мы находили. Спасибо. Это была Елена Кузьмина, один из руководителей отдела по делам несовершеннолетних саратовской полиции. Мы говорили о безопасности детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин